Да ладно? Какие люди? Блин, Кэп, не говори никому, пожалуйста. Ну пойми, просто сейчас кризис. А я ищу в Афейс вернуться. Доната нету, ничего нету. Ну как быть, ну блин, ищу хоть что-нибудь, какие-то пин-коды на один час. Не сыр, а куха, будет тебе пуха. Для таких, как ты, кто долго чирил, я уже новую ссылку в описании намылил. По ней проходишь, всё нужное находишь. Статку растишь и раков все отгнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Оу май! Вечно тебя на какие-то извращения тянет. Кэп, ну люди любят, когда я страдаю, это правда. Правда ведь? Приветствую вас, леди и джентльмены. Другие подруги, с вами Мартет Капитан Очевидность. Редкостное дерьмо, будем честны. Сиг 5-5-2. Уорфейс. И, конечно же, отличненький анекдот. Хэтшот, бэйби. Югят Оун. К сожалению, нагнул, но это нормальное начало. Итак. Анекдот такой. Дело происходит в Одессе. Фима, жалкий нищеброд. Я прекрасно знаю. Точно. Вот так, я начинка, да. Да, югилейки, чувствую, с этой пушкой ты точно настрадаешься. Да, есть такое. Фима, жалкий нищеброд. Я прекрасно понимаю, что ты задумал. Ну что вы, тётя Соня? Дело не в том, что ваша семья богата. Просто я очень люблю вашу дочь и хочу на ней жениться. На которой из трёх? Да на любой. Ха-ха-ха. Да, да. Сиг-552. Пушка, с которой вы будете... Нифига себе, это что за задержки? Пинг низкий. Сервер московский. В чём дело? Разработчики, я люблю вас. Да. Собственно говоря, не будем негативить. Я вас люблю. Вы поняли? Да. Вы поняли, всё нормально. Игра прекрасна. Идеально кормят досыта. Донатом особенно. Итак. Сиг-552. Пушка так себе. Честно говоря, это хлам. И знаете, что самое обидное? Самое обидное, что у неё приятная моделька красивая. В былые времена на фоне других пушек. Ой, хэдшот неточка. Кое на что всё-таки она способна. Ну, как бы, Кэп. Давай не будем себя обманывать. Хэдшот. Да, вот. О, другое дело. Это намного больше похоже на твой настоящий игровой стиль. Кэп, понимаешь, я просто очень сейчас занят. Мой тапок, он всё ещё на мне. И не забывай, я его немного апнул. У него теперь повышенный множитель в голову. Так что, вначале думай, потом говори. Короче, Сиг-552 всегда был красивым стволом. У него приятная моделька, он красивенький такой. Звук, анимация, отдача, всё сочно. Но ТТХ, ебический мангуст. Всё очень печально. Вов, он, по-моему, вообще не ваншотит. Но я не замечаю никаких ваншотов. Ваншотов у него вообще нету. Это жопа полная. Тело он тоже долго пилит. В общем, пушка по непонятным для меня лично причинам до сих пор не апнута. Хотя, вообще изначально, чтобы вы знали, эта пушка никогда не была бесплатной. Да, эта пушка за деньги. Ты так и будешь здесь на респе обитать? Кэп, какие у меня шансы? Я не буду здесь обитать, я буду двигаться вперёд. Но это будет не быстро. Потому что просто так выскочить, я умру сразу, моментально. Ага, ага. Да, так и будет. Дело в том, что сталкиваться с противником лоб в лоб, когда у тебя сиг 5-5-2. Идея, ну, вот вы видите, да? То есть идея вообще плохая. Очень плохая. Если вы сигом будете просто в лоб атаковать противника, то игрок более низкого уровня, чем вы даже, да? Он будет вас перестреливать. А если противники более-менее равны, то... Сука. Да. Короче, пушка так себе. Серьёзно. Единственный шанс с ней... Так вот, блин, да жопа, не выпускает респы. Не путей, ты. Представь себе пойти с этой пушкой на РМ на первую лигу. О, брат, это очень больно будет. Не, на самом деле можно и с этой пушкой, можно ещё и с более худшим оружием хорошо отыграть на РМ, даже на первой лиге. Но это надо пострадать. Каток так 5-7. Помучаться, тогда может что-нибудь получится. Хотя бывает, конечно, и с первой получаться. Мне кажется, вряд ли. Я думаю, там не менее 5к так будет, чтобы нормально с ней что-то сделать. Это вообще жопа будет полная. Я таким экспериментом заниматься не хочу, тем более первой лиги у меня нет. Просто по одной причине, я не играю в РМ, а мне надоел. Сколько можно эти первой лиги брать? Ну, дятина. Поэтому я пока что на паблике обитаю, особенно на мясорубке. Ну, как старый добрый, да? Чёрт, сука. Но я это сделал, я сделал. Рокутагину никогда вообще не надоедает это играть в мясорубке. Вот нравится и всё, я не знаю почему. Это единственное. Вот, наверное, если бы я ещё столько, вот сколько я уже проиграл в Warface, я бы ещё столько бы поиграл, если бы я играл в мясорубке. Может быть, так оно и будет. Но это пока не факт. То есть, я не знаю, я проиграю ещё более 6 лет, там, или сколько, 7 уже лет я играю в Warface, по-моему, да? Ну, больше 6 точно, где-то 6,5. Если, если вот, в общем, я, да, я вряд ли буду столько ещё играть в Warface, мне так кажется. Потому что выйдет новая игра от Blackwood Games, и мы, наверное, многие пойдём играть в неё. Но это не исключено. Кстати, как мне сказали, Миша Хеймзон в неё уже играет. Да, у него там что-то уже готовенькое есть, он уже тестирует. Вовсю что-то уже готово. Ну, это так, как бы, сорока на хвосте, но информация проверена, вы поняли, да? То есть, новая игра от Blackwood Games, она, в принципе, более чем на 50% уже готова. Ну, такой мыши я тебе ещё никогда не видел. Да, ты, как бы, кайф, ты вот возьми эту пушку, сам попробуй, знаешь, какая жопа. Ну, вот, серьезно, друзья, давайте будем честны. Она кусает, как комар. Какие шансы у меня против, я не говорю против, там, хорошего игрока. Против любого игрока, который хотя бы в тело умеет попадать. Хотя бы в тело. Да никаких, ты в голову ей будешь дольше пилить, чем человек с нормальной пушкой тебя в тело запилит. Вообще жопа. Она вообще не кудышная, сука. Это не кудышная пушка. Единственный шанс, это вот найти карту типа этой. А это лучшая карта для такого, скажем так, стиля игры. Просто зашкериться кукурузе и лишний раз не усовываться. Вообще ни разу. Вообще не усовываться. Просто поверьте, оно вам нахер не надо. Сидишь тихо, никого не трогаешь. Потом кого-нибудь слышишь, выходишь и нагибаешь. Хедшот. Хедшот, детка, you got owned. Да. Да. В смысле, подождите? А чё это у нас Crazy Horse Set Blackwood ваншотит? Вы шутите? Я реально этого не знал. Меня чувак убил в тело из Crazy Horse Blackwood Set. При полном здоровье и КП. В смысле, здоровье и брони. Вы поняли? Хедшот, в общем, получился. Чиник-худшот. Ну ладно, тут всё закон. Ну вот понимаете, вот как. Как с этой пушкой по-другому воевать? Какие шансы? Да никаких. Я говорю, вот если ты берёшь Сиг-552, тебе должны... Или прочее дерьмо, да? Тебе должны автоматом выдавать... Ну, честно говоря, эта катка меня поражает. То ли ты реально такой скилловый в плане покрытия, то ли противники нихрена не видят. Да я тебе говорю кукуруза. В кукурузе я сам никогда ничего тут не вижу часто, когда играю. Особенно если ты спешишь там, рашишь. Они вон давят нашу респу. Конечно, мне выгодно. Кукурузе тут зашится хорошенечко. Я говорю, когда тебе эту пушку дают или прочее дерьмо, да? Тебе игра должна автоматически давать твоему персонажу одну способность. Когда ты бежишь, чтобы ты с местностью сливался. Вот сейчас я среди кукурузы, я должен становиться такого же цвета, как кукуруза. Серьёзно. К стенке прижался, цвета стены стал. Как хищник, сука. Как хамелеон. Это было бы справедливо. Хоть один какой-то бонус был бы не донатером. Гениальная мысль, кстати, согласитесь? Нормально. Опаньки. Так. Нахуя? Да, чтоб было просто. Чё ты вопросы задаёшь? Я не знаю, чё тут делать. Импровизирую. Я не знаю, чё делать. Я вообще не знаю, как играть в эту игру с этой пушкой. У меня нет никаких мыслей. Всё печально. Играю, кстати, как ни странно. Я хорошо по счёту, да? Типа там, на статку. Но вы же понимаете, да? Я играю в спиногрыза. Но ничего страшного. Пусть будет так. Почему нет? Блин, матч уже заканчивается. Надо кого-нибудь на прощание ещё как бы поднатянуть качественно. Ау. Во-во-во. Петча. Эдшот, детка, моя конфетка. Я считаю, что эта капка должна войти в историю. Назову её Тысячный Покрыс. Я согласен. Я совершенно не против, друзья. Тысячный Покрыс, так Тысячный Покрыс. Кстати, вам небольшое задание. Ну, кому интересно, кто любит заморачиваться. Посчитайте, сколько людей я убил в спину. Да. Мне кажется, это большинство. 25 фрагов, 14 хатчотов, где ЮАСОН более трёх сыграли. Меткость вообще сочную показали. Ну, потому что часто в тело стреляли. Но, так или иначе, если данное видео вам понравилось, вы хоть что-то для себя интересное выяснили, ну, мало ли, то ставьте лайки. Это по желанию. Как хотите. Яйки чешите. Это обязательно. Ну, вы же понимаете, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. Увидимся. Пока.